На Кубок конфедерации 2017 и чемпионат мира 2018 года планируется потратить 600 миллиардов рублей. И пока все переваривают эту невообразимую цифру, у нас есть возможность выиграть и то и другое. А если мы заявим полтора триллиона, то и чемпионат мира 2015 по хоккею в Чехии. Добрый день. Новости спорта на сайте спорте.тв. Сегодня 17 апреля в студии Ян Кузнецов и мы напоминаем наши новости для тех, кто следит не за собой, а за спортом. Немного элементарной математики. Посчитали, что сборная России 11 на чемпионате мира 2014 в Бразилии по стоимости игроков. То есть мы должны как минимум дойти до 1-6 финала. Владелец Милана Сильвио Берлускони приговорен к году общественных работ по делу о неуплате налогов. Бывший премьер-министр Италии будет трудиться в доме престарелых в одном из пригородов Милана. Предварительно планируется, что 77-летний новенький будет ухаживать за самим собой. Ну и чтобы не терять форму, еще за какой-нибудь медсестричкой. Переходим к чисто футбольным новостям. Полузащитник атлетика Орда Туран, испытывающий проблемы с пахом, сможет сыграть в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против Челси. Орда Туран готов пожертвовать собственным пахом ради полуфинала Лиги чемпионов. Можно себе представить, что ждет остальные органы Турана, если команда выйдет в финал. Артем Дзюба сказал, «Я безумно счастлив, что сделал правильный шаг и перешел в Ростов». Кстати, того же мнения придерживается и Виктор Янукович. Диего Симеони заявил, что Торрис хотел бы вернуться в Атлетико. Жозе Маурини опасается, чтобы это не произошло прямо во время матчей полуфинала Лиги чемпионов. Немного о других видах спорта. Дабл-дабл Мозгова не спас Денвер от поражения в матче с Клиперс. Ну а трипл-дабл не спас от разочарования в пабе после матча. Корея подала официальный протест в Международный союз конькобежцев на результаты Аделины Сотниковой на Олимпийском турнире в Сочи. Они утверждают, что судья Алла Шиховцова приходится женой, генсеку Федерации фигурного катания России Валентину Писееву. А в жюри был украинец Юрий Балков, который был уже фигурантом судейского скандала на играх в Нагана. Наша федерация все получила. Ответ подготовит и попросит Северную Корею его пулей доставить в Южную Корею. Ну может не пулей. Короче, все равно им там ближе, дойдет быстрее и в прямом, и в переносном смысле. И опять возвращаемся к футболу. Генеральный директор Ангушта Адам Дзейтов сказал, что считает решение о дисквалификации на полгода игроков клуба защитника Газдиева и Дашаева удаленных матчей первенства ФНЛ за нападение на защитника Анисея Кирилла Марущака слишком суровым. Генеральный директор считает, что либо наказание должно быть короче, либо как минимум по два удара ребята могут еще нанести. В Кубке России Краснодар переиграл ЦСКА 1-0, а в Кубке Испании Реал Барселону 2-1. Таким образом, в решающем матче встретятся не Краснодар и Реал, как многим хотелось бы, а Краснодар и победитель пары Ростов Лученергия, как хотелось бы болельщикам в Ростове и Владивостоке. Победят, по идее, владивостокские футболисты. Потому что кто раньше встает, тому Бог дает. На Украине. Шахтер в принципиальном матче в Киеве победил 2-0 Динамо. Олег Блохин отправлен в отставку. Символично, что Игорь Суркис, президент Динамо, сделал это в разгар еврейского праздника Песок, символизирующего выход евреев из рабства. Шо еще? Брау! 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 Надеемся, что так унизительно, как последние два года, киевская Динамо уже не будет себя чувствовать никогда. По традиции, новости из нашего твиттера. За нарушение финансового ферплей Манчестер Сити и ПСЖ может быть запрещено покупать игроков. В таком случае им ничего не остается, как начать покупать судей. Сегодня глава Союза биатлонистов России Михаил Прохоров заявил об уходе со своего поста. Таким образом, Михаил Дмитриевич решил расстаться не только с ее мобилем, но и с ее биатлоном. А на этом на сегодня все. Это было 17 апреля и новости на сайте оспорте.тв. Подписывайтесь на наш канал в ютюбе, читайте нас в твиттере и помните, если завтра ничего хорошего не произойдет, у нас будут для вас, как минимум, плохие новости. Пока!